Приветствую вас. Если я правильно понял вас, то речь идет про некий мазохизм. Вы интересуетесь людьми, которые негативно на вас влияют, вы интересуетесь людьми, которые сами по себе, вероятно, негативны. И тянет вас именно к этим людям, к такого рода людям. Ну, несомненно, что вы себя таким образом вы что-то наказываете, и в этом есть элемент мазохизма. То есть это вот такой способ почувствовать себя в определенности, скажем так. То есть сама идея, сама постановка вопроса, как побороть, на мой взгляд, не выглядит позитивно и хорошо, потому что бабарывать, подавлять что-либо не стоит. Имеет смысл раскрывать. Вот вы эмоционально привязаны. Что это значит? Это значит, что у вас тяга. Это значит, что вам хочется. Хочется с этими людьми быть. Хочется что-то от них получить. Вот. И нужно разобраться, что вам хочется получить. Чего вам не хватает. И почему именно от них. Вот. Кудрыщев Игорь Леонидович правильно написал. Нет токсичных отношений. И даже токсичных друзей нет. Вы перекладываете ответственность таким образом на них. Есть вы и то, как вы выстраиваете отношения. Есть вы и то, какой вы себя демонстрируете людям. Есть вы и ваш образ, который видят окружающие. Есть вы и ваша цель в общении, ваша направленность. Она, если так уж совсем огрублять, бывает двух видов. Первое. Когда человек нацелен на другого человека. И в позитивном случае хочет сделать его счастливее. В негативном случае становится от него зависимым. И второе. Это когда человек нацелен на заплощение некой ценности в своей жизни. Для чего он объединяется с другими людьми. Вот, соответственно, подумайте, зачем вы связываете себя с этими людьми. Какие ваши желания, цели вы преследуете. И раскрыв, но уже немножко по-другому, в позитивном ключе, то, чего вы хотите. Научившись это реализовывать самостоятельно, в той или иной степени. Вы сможете перестать быть зависимым от любых людей. Тут еще важный момент, что вы можете что-то получать от общения с ними. При условии, что вам не нравится. То есть, вам не нравится с ними общаться, но вы что-то получаете. И, может быть, вы хотите избавиться от эмоциональной привязки. Но, пока вы не увидите для себя то, чего вам хочется, ситуация не изменится, потому что вы будете защищать и оберегать свои интересы. По поводу советов, которые вы просили не писать. Может быть, они и применяются, но вопрос в том, как они применяются. И судя по тому, что вы задаете свой вопрос второй раз, эти советы не работают. Ну, психологи не дают советов. Психологи указывают человеку на его проблемы и помогают разобраться в себе. А вот, что делать от советов, инструкций, что делать, человек решает сам. Я могу лишь порекомендовать вам обратить внимание на то, чего вы хотите. Обратить внимание на свою направленность в общении с людьми. Обратить внимание на критерии выбора людей, с которыми вы общаетесь. Обратить внимание на то, что вы, кого вы называете другом, если вы понимаете подружбы. И как-то постараться это все отнести с тем, что вам ценно. Вообще, любая зависимость это, знаете, дисбаланс. В идеале, в идеале, понятно, что у нас полностью независимых людей нет, что не означает необходимости стремиться к этому. Но, в идеале, при полной отсутствии каких-либо зависимостей, человеческие поприлимности, желания, разложены по... на счет заказы своему месту. Зависимость возникает, когда в одно место пытаются поместиться сразу несколько желаний. Тогда действие, как ни было ни было, общение, с кем ни было ни было, приобретает еще совсем другое значение. Поэтому... И... Зависимость вот так вот, с... очень... субъективной точки зрения. Это... желание достичь нескольких вещей... в одном действии. Понятно, что у этого есть история. Что... к человеку зависимости приходит постепенно. Что... зачастую это даже его выбор. Вот. И что зависимость бывает... разная, в том числе и... физиологическая. Но... поскольку... я психолог, я говорю именно про... психологический аспект. А он связан именно с этим. От зависимости не избавитесь вы до тех пор, пока... она вам чем-то выгодна. Пока она... решает ваши проблемы. Те, которые вы... скорее всего даже не осознаете. на этом все. Я надеюсь, что... помог вам. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. и очень надеюсь, что... вы... не будете задавать... эээ... вопросы... эээ... потому что это ничего не решит. А обратитесь непосредственно... к специалисту... за... индивидуальной... женой, наши смены... за... влжи... которые... отменяться, влжи... уго... вас...